В одной из витрин мы видим большое количество крестов-энклопиона. Это клад. Представляете, люди в смутное время, они не обязательно прятали монеты, а иногда прятали и кресты. Иностранные монеты, кресты-энклопиона, керамика, пули – это далеко не все находки, сделанные в Больших Веземах и Воронеже. Удивительных артефактов оказалось немало. Так родилась идея выставки «Земля-лопата-каска-слой». Выставка совместная с Воронежским краеведческим музеем, посвященная нашему археологическому наследию. То есть цель выставки – рассказать, показать людям, почему важно, почему археология – это важно, нужно. И вот мы, по сути, ходим по каким-то невероятным просто открытиям. Мы привыкли, что старые здания, они как будто гроши в землю. И мы зачастую так и думаем, видя такое здание, что вот оно от старости в землю просло. Но на самом деле это не здание просло в землю, это вокруг нарос как раз вот этот культурный слой. Культурный слой хранит следы ушедших эпох, остатки строений, предметы быта, украшения, фрагменты, инструментов и многое другое. Археологи его тщательно изучают, чтобы сохранить артефакты для потомков. Это археологические наблюдения, когда смотрят, есть ли подъемные материалы. Может быть, даже доходят какие-то народные легенды, можно сказать, что там нашли какие-то кости или какие-то сосуды, может быть, разбитые. Затем археологи производят археологические разведки. Тут уже, собственно, начинается археологическая работа, которая может заключаться, например, в устройстве шорфов. То есть небольшие углубления в земле на предмет того, найдется там что-то или нет. Ну и, соответственно, третий этап – это археологические раскопки полноценные. Александр Воронов – местный житель. Историей больших везем интересуются давно. А к археологии и вовсе питает страсть с детства. В свободное время участвуют в раскопках. Я много общаюсь с сотрудниками нашего музея. И иногда занимаюсь волонтерством. То есть помогаю нашим археологам в исследовании нашего родного края. Начинаем это связем и заканчиваю, так сказать, нашей местностью. После осмотра экспонатов все желающие, а их, казалось, немало, смогли поучаствовать в интерактивной игре. Вооружились лопатами, кисточками и отправились на поиски артефактов. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...